Всем привет, с вами Прия. Вечное цветение подземелья Дренора радовало нас еще полтора года назад своим голд фармом. Даже видосик у меня был на ютуб канале по типу лучшего голд фарма в Дреноре и Легионе. Все надеялись на то, что это место будет реально классным в Легионе, но увы. И жестокая рука Близзард добралась и до этого подземелья путем тотального уничтожения дропа семян с мобов, которые спавнятся в этом подземелье. Но задумка о том, что с этих мобов будет актуально фармить чудесные обереги, дожила до сегодняшних дней. Сегодня мы посмотрим, как именно падают эти чудесные обереги, ну и куда их можно реализовать, конечно же. Начнем же. Покажу обычно все без ускорений, как всегда, в принципе, все в живом режиме, без какой-либо обработки и прочего. Обязательно ставим пахальную сложность подземелья, чтобы мы обы были сотового уровня, зелененькими хотя бы для нас, так как обязательные условия дропа чудесных оберегов. Таково, что цель, которую мы убиваем, должна быть с получением опыта или очков чести. Ну вот это обязательные условия. А за зеленых мобов чисто теоретически мы получаем опыт. Поэтому мы собираем абсолютно все паки и потом разума уешнем их. Вот и все. Самое трудное и самое долгое здесь, это именно собрать этот трэш, а вот уж потом зауешить его, это дело буквально 2-3 секунд. Намного лучше на самом деле это все дело делать в танке, так как механика танков заключается в том, что когда вы бегаете на маунте и вас бьют мобы даже в спину, а вас не спешивает с маунта. Но если же вы играете за дамагера или вы решите хиллом пофармить все это дело, хотя, не знаю, смелости нужно очень много иметь, чтобы заниматься таким, просто в момент удара старайтесь разворачиваться лицом к мобам, которые будут ударять вас. Так что, ну, будьте повнимательнее с этим. А, может быть, они там собираются или они свидетельствуют уже? Тут, знаете, всякое может быть. Пускай, пускай бегут, все равно нам их ждать надо. Можно даже такие микропаузы делать. Самое главное, ни в какой контроль не попасть. Ага, некоторые полосы уже просто-напросто не прогружаются. Ну что ж, открываем сумку и наслаждаемся получением оберегов. Ох, встань. Окей, триньканем. Хотя можно было вообще забавлиться паладину, не составит это труда. Ну что, 51 наберег. Ну и всякий лут, который можно продать. А семечки, про которые я говорил в самом начале, сейчас я покажу их. Дробь, которых урезали, может, кому-то вдруг станет интересно. И, ну, все-таки, как-никак, это история. Историю надо знать. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, как много зеленки, еще два сейфа. Так вот, вот они, эти сияющие семена. Раньше они стоили 4 голды при продаже торговцу. Теперь лишь 50 серебра. То есть выформить голдец при таких ранах. Увы, никак. 140 голды, что это такое? Ну, починка это еще в прошлое там. Не смотрите на нее. Вот, 51 чудесный наберег. Запись видео идет 4,5 минуты. В принципе. Ничего тяжелого. Если фармить это все дело в танке. Ну, в дамагере придется изловчиться, конечно. Выходим из подземелья. Обновляем все подземелья. Заходим вновь. И повторяем этот процесс еще раз. Я хочу посмотреть, сколько во второй раз упадет чудесных оберегов. Так сказать, промониторить и выявить некое среднее число. Конечно, выявлять среднее число с двух заходов. Это не самая умная затея. Но я могу. Я могу этим заниматься. А кто мне запретил? Никто. Напоминаю, что это крайне веселый фарм. Поэтому я не знаю. Включите себе на фон что-нибудь веселое. Какие-нибудь там видосики. С объяснением, может быть, топовых тактик. Или там чего-либо порочего. Либо на задний фон можете вообще там стрим включить мой, допустим. В котором мы там то рейды осваиваем, то ключи ходим. То еще какими-нибудь делами интересными занимаемся. То вообще просто на БГ ходим. Ну, выиграть-то БГ надо. Хоть одно в день ради получения 30 сущностей. Чтоб потом легендарочку купить. И вскрыть ее на твинке. В чем вы и нет. Контент все-таки как-никак. Там это. Смотрите вскрытие легендарок. Все-таки как-никак я там. На удачу вас благословляю. Счастья, здоровья желаю. Чтоб ноги берегли. Кстати, насчет берегите ноги. Гильдия открыта к инвайту. И все участники гильдии могут принимать абсолютно всех. Права есть у всех. Так, ну что ж, ждем. Сейчас надо еще вот этих вот. Ага. А мобы-то некоторые. Эвейдятся, потому что я далеко убежал. Вот она, ошибка. Вот так вот. Вот не пошел бы я второй раз, не заметил бы этого. В первый-то раз они собрались большой такой кучкой. То есть, ну получается, дальше метки ромба. А я метку не могу поставить. Ну, короче, дальше вот этих веток уходить не стоит. Получается как-то так. Был 51 оберег, стал 87. Ну, сами видели, половина трэша просто-напросто соведелась. Я сам запустил эту ошибку и сам себе запорол некоторое количество чудесных оберегов. Увы. Ну, знаете, без поражений не бывает выигрышей. Если что. Так что... Я это осваивал, учился, как говорится. Я думаю, может, ну-ка, может, еще что-то полезного тут упадет. Ага. На что, надеюсь, вообще непонятно. Ну, такое вот место. Вечное цветение, эпохальный режим. Заходим, шотаем, далеко не убегаем. И профармливаем чудесные обереги. Правой кнопкой кликаем. Создаем чудесный браслет-оберег. Передать, насколько я правильно помню, через почту нельзя. Но можно передать через обмены. Поэтому, если вам нужно передать на другого персонажа, то попросите какого-либо своего друга или скильдийца о том, чтобы он помог вам передать с основного вашего персонажа на альтернативного персонажа. Так же, что получается, как вариант, просто так сдавать эти чудесные браслеты-обереги, обмен один к одному. Недостаточно классная затея, если вы не фармите, конечно, эти обереги в большом количестве. Намного лучше ежедневно просто пролетать мимо основных своих городов. То есть, допустим, за альянс это Штармград, Дарнас, Стальгорн, Экзодар. И там раз в день сдавать один браслет в обмен на пять этих знаков. Что, ганкеры, что ли? Смотри, отсюда уйди лучше. У меня есть этот крошер. Такой ду-ка я от грифа подальше. Так вот, ну, по мне это занятие намного лучше. То есть, либо вы будете добивать 160 или сколько, 170 знаков любви для покупки стремительной птицы любви через 170 браслетов, либо же вы просто 8 дней полетаете и по факту выформите эти 160 знаков любви. То есть, ну, самое такое адекватное, как мне кажется, это просто-напросто ежедневно ходить на убийство королевской химической компании, пролутывать эту коробочку, с коробочки лутать от 5 до 10 знаков, получать какое-то количество знаков и потом недостающие добрать через вот эти вот ежедневные задания. Но этим стоит заниматься, ну, примерно, не знаю, числа с 8 или с 9. Если вы начнете позже, то вам придется фармить большее количество чудесных оберегов, чтобы менять потом браслеты обереги один к одному и чтобы у вас не сгорели эти знаки любви и в итоге купить эту стремительную птицу любви, которая потом продастся за 1040-60. А она реально продастся, хоть вы будете ее продавать месяц-два, но ее купят рано или поздно. Я сам очень много их упаковал себе еще в годы с 2015-го, 16-го. Продавал, наверное, около полугода и, ну, в итоге купили. Я был доволен очень сильно. Того и вам желаю. Всех вам благ, счастья, здоровья. Спасибо, что досмотрели видосик до конца. Подписки, репосты, в ВК-группу заходите все-таки, как-никак. Розыгрыш для вас там проводится. Не для меня же. Берегите ноги. До скорого.